окей мы у нас очередное занятие почти не огласованную рита мы доканчиваем то что нас остался один абзац с прошлого занятия в комментарии равадин и штанзальцем окей к порошева ешев подожди к это вот вот медианин да все можно начинать до доним а медианим а сухарим махроту от юсеф эль митраем сейчас я только указку возьму может быть эль митраем кават каэбет на патифар да значит медианим да а сухрим это продающие ну да ну как бы потому что написано непонятно просто медианим наши были как бы не просто медианим потому что иначе просто людям не стали покупать правильно этому объясняет медианим сухарим сухарим на торговца скоро скоро это товар понятно значит махроту продали его то есть юсефа митраем как раба патифаром правильно шагая сарис срис ну срис сарис вообще-то это евнух на самом деле я честно говоря не помню но может быть он был сарис действительно на языком случае написано что он был сарис мысурас мысурас это вообще и в современном виде то есть что-то укороченное обрезанное не полностью понимаешь но как бы как в своем первоначальном смысле это как бы то что по-русски евнух называется вот и а он сейчас будет это объяснять ну давай битузе эйно омэр бэ ах бэхрах шесурас ну вот это точно тоже что я сказал да да так битузе что так понятие это битузе да это выражение да выражение это да говорит не что ни о чем раз да ну вот мысурас как-то по-русски сказать кастрировано так на дикое слово не менее окей элла элла шагая говоришь да рина привет шабуатов мы читаем захочешь читать скажи давай да элла элла шагая сар бааль тавкит бэйхаль амэлех паро сар а табахим значит как ты говоришь не вязательно что он был кастрирован но что был сар министр каким-то начальником служащих сар бааль тавкит смотри бааль тавкит это очень современное слово бааль тавкит это ну дословно обладающий должностью то есть по-русски как бы должностное лицо лицо вообще зачастую еврите слово бааль это служебное слово которое обозначает принадлежность чиновник в общем да да там говорится бааль сэхель бааль сэхель то есть что он обладатель хотя дословно это действительно хозяин разума то есть он умный человек бааль зачастую это такое служебное слово в данном случае здесь тоже окей значит у царя параона значит министр палачей ну подожди там табахим по моему все таки этих пекарей но это современно мне не он был там типа об охране мвд условно табахим ну вообще ну давай про по-давай на современное говоришь да хотя написано честно говоря табахим не знаю вообще похоже на как бы кухню все что связано со жрачками мать современно там затураж было комментарии что табахим тогда это наверное да да окей но вообще честно говоря я я не знаю почему это однокоренное слово и вообще просто такое же слово как и кухня но вообще тэвах это ужасное слово то что произошло 7 октября это называется тэвах то есть тэвах это резня то что по-русски переводится ризня окей понял окей дальше а мемуне аль а вот спот да ураг на ураг ну да ну вот начальник на ураг ну да жуткая история да вот спот да ураг это вообще исполнение смертной казни ну дословно выводение выведение чтобы убить убивать но это целый ораг это то что по-русски называется смертная казнь окей да всем присоединившимся привет а не привет аслан привет всем шавуатов мы начали уже читать мы дочитываем вот этот последний абзац который нам остался с прошлого раза и штанзальца осталось буквально несколько фраз тимофей дочитает мы перейдем ханан парад окей ну давай и тлаен а рошей шель а медина а тальян слеха тальян тальян это вешатель главный висельщик а вот главный висельщик главный висельщик еще 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 тот кадр да окей так не рэш юсэф маршав с хура тува ну да что юсэф получил оказался не 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 представляется что юсэф был хорошим товаром так если совсем грунт нехорошим товаром так они как бы он красивый был молодой там это об этом и пишут ну да 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 что что-что тор не тор смотрите да я фе тор это красивого вида но вообще и в современном тор это степень например когда вот у нас когда слова могли баль как говорит то что по-русски было не знаю как сейчас говорится кандидат наук правильно вот это наявить называется баль тор шини то есть это как там пиемы и так дальше в западной системе тор тор это да когда человека принимает на работу он там пишет он баль тор или нет баль тор как бы как минимум него есть первая степень окей то есть он три три года высшего образования то что в израиль называется ну и вообще по-моему на западе окей то есть он был бахур я фе тор в данном случае это не красивый парень с кандидатской связано с тем что он был красивого вида ну или приятной внешности и кто бен швайсер 17 лет ну 17 лет да да ну да ну да до сих пор не работал тяжелую работу ну да не был задействован тяжелых работ поэтому как бы у него выглядел он выглядел таким под сула да 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 изящным 17 летним юношей окей минастам мокруто леконе а амит да ни с того ни с сего тогда просто продали его нет минастам минастам это такое выражение тоже распространено это ну по простому минастам это по простому то есть сказать попросту вот что они сделали минастам стам стам это слово по-моему то что панк don't mind это ничего оставь когда человек там кому-то что-то говорит и тот второй пытается понять а что ты такое сказал а первый стам 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 то есть не обращай внимание это ерунда но здесь минастам это попросту говоря махруто или как бы по прямому смыслу да продали его покупателю зажиточного правильно амит амит это человек стоящий на ногах вот с другой стороны постерилизованное молоко называется халаф амит это что-то что выдерживает ну молоко от чего-то брожение я не знаю ну и вообще когда про человека и сегодня говорят у бенадам амит амит это не значит что он как бы на ногах держится хорошо в смысле что он у него экономическое состояние хорошее окей но это слово лам хотя нет лам вот это сайном да ну вот амит амит да амит это человек который состоятельный окей шияхоль шияхоль гаялэ шалэм мурату бэмитав кисхо каспо каспо так который был в состоянии заплатить да взамен за тмурату это просто за тмура это за тмура это вообще за когда человек делает какую-то работу ну особенно когда это не зарплата которая как бы определяется в некотором договоре а человек приходит и как бы делает какую-то работу но он может спросить ма ма тмураш или как бы что я за это получу тмура это за что-то поэтому если я была в том то могли за него заплатить выметав каспо самые лучшие деньги ну выметав каспо конечно не из лучших денег понимаешь что у него какие-то деньги были худшие и лучшие азовы что он мог заплатить хорошую цену то есть такая идея окей ну хорошо все тогда сейчас где это тут остановить все тогда мы переходим ко второму номеру нашей программы ань ты с нами арслан ты с нами слышно все нормально да что-то болеет что ли на тент что-то у нас у всех у меня по второму разу пошло просто сейчас попрошу жену чтобы она хотя бы воду теплую дала это невозможно просто только таблетки какие-то спасают чаю чаю надо вообще-то чай пить я пью да но это по-видимому все-таки это какой-то грипп потому что это не так не просто никак не так ну там что-то такое температуры по-моему нет но дикий кашель все заложено просто абсолютно а подожди-ка сейчас это у меня уже было вот микетс все окей сейчас я открою сейчас анек дай мне по раз теплую воду так тогда мы переходим к нашему следующему то есть чего мы должны были начать а именно новая статья ханан парада к главе мы продолжаем нашу как бы последовательность главе микетс да глава которая после продажи йосефа здесь ханан парад выбрал такую тему очень интересную она часто как бы теневая и не сильно обсуждается что там в этой истории да сначала продажи а потом непризнание йосефа как он над ними в кавычках издевается и все заставляя их возвратиться как бы бетшува да но то есть там как бы много всякого детектива но он выбрал такую тему мне кажется очень интересную ну хорошо давай теперь ань ты можешь читать да а подожди так я еще не не поздравляю мы остановились сейчас скажу там по-моему вторая вторая мы не начинали это мы разве начинали нет начинали а да 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 вы читали там первый вот этот кусочек да 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 ты мне сейчас скажешь да скажешь докуда пролистать все правильно да ты права полсекунды так видно правильно да да сейчас секунду экран в этом самом black opening так как я привык большой перекрывается окей ну хорошо а скажи мне я не помню я смотрел в ютюбе до какого места вот здесь вот вот это вот здесь вот где-то а м мишах мишах а им давай вот а да только может быть знаешь что еще раз повторим чтобы для народа там были тягость тяготы молчания и право голоса что-то типа да царштика ну в дальнейшем мы видим что как бы если не дословный перевод то развернуто он такой то мучение которое было причинено в кавычках отцу якову молчанию он там три три вопроса он спрашивает да 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 почему братья вдруг дошли до такой низости что решили его продать и сначала убить хотели потом так уж и быть продали потом почему почему вместе с ними в этом заговоре молчание как бы участвовал что мало что отцу отец так и не вкусно да 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 они молчали понятно чтобы не выдать себя а он то почему ну да 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 особенно когда стал уже цередворцем фараона почему да 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 какую-то весточку даже не послал отцу что он уже здоров и в третье они сейчас посмотрят что там что там делают мап ну может давай давай может быть тогда просто прочтем чтобы было сейчас только я эту палочку возьму да а а шлишит мап сейчас скажу сейчас ит на круто от слова нохри а отчуждение все это круто что лиосеф лохав почему так отчуждился от братьев а вам отец ну да в смысле что он им не открылся почему он столько времени их мучил так в мать его шель маслуль а иса и сурим правильно шелугу мулих отэм оттам оттам это его видимо в чем какова природа правильно какова природа да маслуль и сурим какая-то как способа способа маслуль это в смысле дорога вот этой дороги мучений мучений его мучения шел мулих вот им которые он провел их братьев да мулих это вести чего он их там столько мурыжил столько да он сейчас соберет все эти три вещи в одно то есть наверное была какая-то причина все-таки что не просто боязнь наказания я наверное это тоже но была наверное какая-то более глубокая причина почему не иосеф не братья не иосеф не говорили они как будто у них был совместный заговор не рассказывать отцу что иосеф жив они же как бы все поняли а почему они почему же первый надо было сказать отцу жив и перестать его мучения жутки да и тем не менее нет они этого не сделали вот это большой вопрос так 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 и в это был и а вон плели как это преступный каков был ну дословно уголовное преступление уголовное да преступление бриюто но кем венотер кенаха что был он такой мстительный ну иосеф мстительным и злопамятным правильно вот молодец злопамятный да 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 есть такое выражение нотер тина нотер тина это человек который вот именно злопамятный который не прощает а помнит то зло которое ему приучили сравнивает это со змеей ну наверное есть такой образ змеи что она мстительная я знаю окей кольше кен кальпей авифа за кен что даже в отношении престарелого отца кольше кен это тем более то есть понятно что было в отношении престарелого отца да шива рогез получается шива рогез как это саба рогез саба рогез саба рогез я думаю То есть, как бы наелся... А, ну, ну, короче. Ну, Робиса гнева, можно сказать. А, что вот так. Исполнен был... То есть, это полную чашу, как угодно. Страдание, вот так вот. Исполнен страдание. В эйхло хамалалав. 100%. Ну, в общем, он был полон тягости и всяких переживаний. И не было... Его не пожалели. И как он не пожалел его? То есть, с точки зрения... То есть, вот он приводит здесь Абарбанеля. Сам Ханан Парад немножко по-другому будет объяснять. А Абарбанель просто по-простому называется делает каск. То есть, он просто уничтожает Юсефа. Говорит, что это просто было уголовное преступление. Которое вообще никакие ворота не место. Окей. И, значит, вот следующий ход дела. что-то получается... Как бы процесс естественного отбора. Как-то так. Ну, как бы только слово... Да. А им и Машех продолжатся ли... Продолжатся ли процесс отбора. Ну, этот вот... Тейлих процесс... Ну, выбор, да. Процесс выбора. Как бы вот так вот. Отбора. Да. Процесс выбора. Ну, сейчас объясни, да. Который был в предыдущих поколениях. Да. Лоха дашот шейлот не новые вопросы. Выгамат шувот алые работы. Ответов на них много. Предостаточно, да. Выхоль зот думе, ки... Ац... Эцбатан. Ацбатан. 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 Кэма сэхет. Эхат. Асуя. Аллахсов. Лахсов. Лахсов, правильно. Лахсов экспонирует. Обнажит. Лахсов. Лахсов. Моцэ. Лейт мудэд. Са. Слиха. Нахудат мудэд. Моцэ. Нахудат мудэд. Лейт мудэд. Лейт мудэд. Это существительное. Лейт мудэд. Нет, это инфинитив, конечно. Лейт мудэд. Лейт мудэд. Мудэд. Им шло шатан. Гамьяхот. Так. И, значит, вопрос их, значит, не новые, и ответов предостаточно. И при всем этом, кажется, Ацбатан. Ацбатан. Как бы представляются они как единое... Нет, я думаю, представление их в качестве, ну, вот, о единой теме. Одной темы. Или как одного сюжета. И лас, значит, Асуя, Лэхасов. Ну, как для исходной точки, что ли? Она способна, да, способна обнажить, экспонировать, объяснить, как угодно. Обнажить исходную точку, Лейт мудэд. Для того, чтобы нам справиться со всеми тремя, как бы вместе. О, отлично, да. Так, мир-э. Да. Мафтах, мафтуах, мафтеах. Не, мафтеах, мафтеах. Обычное слово мафтеах. Кимафтеах. Кимафтеах. Лэ гаванат. Да. А параша. Неудс. Бешэла. Истоа. Сториасофия Агдула. Да, он любит это слово. Идгавшу. Так, значит, мне кажется, что вот это вот мафтеах ключи, чтобы понимание этой параши нашей. Ну, истории. Пороша, в данном случае, не имеется в виду недельный раздел. Имеется в виду Пороша в смысле история, да? Сюжет, история. Воткнут, воткнут. Ну, заключается, да. Реально воткнут, но вообще больше по смыслу, конечно, заключается. Хотя, действительно, на улице-то воткнут, да. Кореница. Вот, можно сказать, кореница по-русски. Кореница. В вопросе, как это сказать, историософии большой. Правильно. В большом, в большом историософическом вопросе. Правильно. Кейцат идгапшу, которые, как это, объединенные, объединенные с... Не, не, подожди. Кейцат идгапшу, каким образом сформировались? Каким идгапшу, как сплотились, сформировались... Сформировались, да. Шанима, Шная Масар, Шефтэй, Ялай, Лиот, Ламы, Хат, Амсгула. Каким образом сплотились 12 колен Всевышнего, чтобы стать единым народом, народом. Да, да. Почему он говорит историософию? Потому что, по-видимому, идея, что это вопрос... Историософия – это история и философия. То есть, не просто история, а история с философским подтекстом. Ну, правильно, да. Правильно, да, да, да. Потому что вопрос большой, грандиозный, как 12 колен превратились в избранный народ. Правильно. А с другой стороны, у нас есть некоторый исторический процесс, который мы сейчас разбираем, как это происходило. Аль-Ти-Ша-Лазе Кала. Кала. Она женщина. Кала. Бэйны. Да не будет вопрос этот, как бы, легким, простым. Ну, да, легковеским. В глазах наших. Гэн-Квар-Ра-Ину. Бэ-Вэй-Тавра-Ам. Этэ-Илих-Абрэ-Ра. Бэйн. Гар-Ин, получается, Гар-Ин, как прочитается, зерно Гар-Ин, как прочитать. Лэ-Клипа. Еще мы уже, уже мы видим в доме, в семье Авраама процессы отбора между, как это сказать, зерен от плевел отделения. Правильно, да. Да, совершенно правильно. Зерен от шелухи. Зерен от шелухи. А клепа – это шелуха. Ну, мы, по-моему, даже говорили, мне кажется, в прошлый раз, клепоты и клепот в Кабаре. Ну, это Кабаристическое, это самое, это все, да, это только есть. Кадев-Рей, Раби-Игуда-Алеви, Басефер-Кузари. Это как называл это Раби-Игуда-Алеви. Кстати, на современном еврите вот как будет очищать апельсин? Лэ-Калэф. Ну, я понимаю, да. Лэ-Калэф – это снимать клепу. Откажурить. Валамдейну Вадат Кайцад Бедор Ашини Невхар Ицхак Ванитхэ Ишмаэль Вадор Ашлиши Невхар Яков Ванитхэ Исав. И учим мы, видим мы в... Нитха, только, по-моему, ну, не важно. По-моему, Нитха, потому что это прошедшее время. Я думаю, Нитха, да. И то же самое у нас, мы видим, учим в втором поколении, когда выбирают Исхака и отвергают Ишмаэля. Ну, да. В третьем поколении, когда выбирают Якова и отвергается Яков и отвергается Исав. Да, то есть в глазах братьев был явно некоторый процесс отбора. И они боялись, что в их поколении будет ровно то же самое, что по всем признакам Яков, их отец выбирает Юсэфа в качестве Гар-Ина. А в качестве клипа. Это была их основная поедем боязнь. Окей? Так, так, так. Мияфо Итка Иткэ Вэйдэйны Кав Кегам Бэдур Арвиилу Имашех Итва Ит Атеалих Вэйвахэррак Ихад Ахим Ахим Льот Абзгулла Вэшаар Идаху Мебэйт Аббад Идаху это инфинитив. Вот это вот такое хитрое какое-то выражение. Это, честно говоря, я вообще не понимаю, как это перевести дословно, это вообще непонятно. По смыслу, а кто же мешает нам решить, что в четвертом поколении повторится, такой процесс продолжится. Да, как бы, а кто скажет, что не так будет в четвертом поколении? Ну, вот как бы, да. Откуда набор весь этот слой, это я вообще не понимаю. Иткакаф это воткнет в руки наши Ваткнет, да, руку что-то такое, ложку, не знаю. Но это какое-то выражение, мне оно неизвестно. Но смысл понятен, да? То есть, как кто нам не скажет, что вот в четвертом поколении продолжается этот процесс ровно так же, да? И что? Вэйбахэрак Ихадэрак Вэйбахэрак изберется и будет избран только один из братьев, а остальные для, чтобы стать вот этим народом за сгула, а остаток просто выкинется из дома, из отеческого дома. Да, и дохум, литхот, это вообще... Ну, дохум, выкид, выкид, отвергать. Это даже, даже, литхот, и на современном виде литхот, это что-то, короче, отсрочивать. Когда еще, я знаю, я знаю, в 90-е, когда там, 80-е, был такой чек-дахум. Чек-дахум. Сейчас, по-моему, уже этого нет, сейчас вообще с чеками минимально, да. Да, было даже такое не очень красивое выражение, но со смешкой. Ну, мы репатрианцы смеялись очень, что такое. Да, когда человек получает, человек доходит, он становится, вот, мудак. Мудак? Мудак. Это озабоченный. Обеспокоенный, озабоченный. Да. Вообще, литхот, литхот, ну, вот, помогите мне перевести на правильно русский язык, это когда, например, хотели принять какое-то решение, да, или человек хочет что-то сделать, но он не делает, а откладывать. Отложить. Отсрочек откладывания. Да, срочек откладывания. Я, по-моему, в прошлый раз тоже говорил, меня это в свое время очень удивило, что посудомоечная машина называется Медех Келим. Кто-то так придумал, идея такая, что он не отталкивает. Келим – это посудочные наборы, Келим называется. В общем, инструмент, это же не инструмент, а вот тарелки и все. Это называется Келим. Да, и Сакум есть такое выражение, вы знаете. Сакум – это Рашей Тывод, Сакин, Каф Мазлек, то есть вилка, ложка, нож. Окей? Все вместе они называются Келим. Но вот Тхия, по-видимому, Тхия – это грязь, которая на них. Ну, почему так? А отталкивание грязи. Отталкивание грязи. Очень странно. Я помню, в свое время это дико удивило. Окей, ну хорошо, мы переходим к Арслану. У нас Арслан читает тоже, да? Да, Арслан, мы слушаем. Арслан? 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 Что-то у него, видимо, с звуком. Что-то не слышно. Слышно? Да, что-то, может быть, он в чате печатает. Мы вас не слышим. У меня социально, наверное, плохо. Давайте лучше кому-нибудь передадим. Сейчас слышно все. Нет, сейчас слышно отлично, нет проблем. Сейчас нормально, да, все, можно считать. Да, вот отсюда Шейла. Так читаете, да? Да, да, конечно. Шейла Зу, Мейка, Аллахей Йосеф, Замечательно. Ару им Бехарде, Бехарада, Бехарада, Кияцад Микрав Авихем, Ит Йосеф, Элав, Велор Шаш. Не-не, Веосе, Обычное Осе, да, Веосе. А, Веосе Ло, Кутонот, Пасим. Кутонот, Пасим, цветная, полосатая одежда, безусловно. Давайте переведем вот сначала. Шейла Зу, Мейка, Аллахей Йосеф. Вопрос этот на братьев, Йосеф. Мейк, Мейк, это выражение подавленного состояния. То есть, Мейка, как он придавливает Ахейусов, каким образом этот вопрос, что вот они тоже будут выкинуть, он давил на этих самых. Тяготел над братьями Йосефа. Да, Мейк, Мейк, ну, можно тоже, конечно, постараться придумать, как это по-русски перевести лучше, но вот когда человек говорит, если что-то, например, «Адаваразэ у Мейкалай». Мейкалай, это означает, что... Очень давит на меня, тяготит. Тяготит, да, вот тяготит, гнобит, тяготит, как угодно, да, вот Мейкай, это такое слово, в общем, она всегда с отрицательным смыслом. Да, так вот, братьев, это давило на братьев Йосефа, тяготило братьев Йосефа. Почему? Дальше, не причастный оборот, второй есть. Пастухи стада, да? Не, почему пастухи? Пастухи с айном, а здесь просто видящие. А, видящие, да. Бехарада, видели как, видели с чем, в каком состоянии, что такое, слегка, харада. Страх какой-то, это ужас. Ну, это ужас, да, скорее всего, в ужасе. Как харидим. Ну, вот видите, харидим тоже от этого слова, то есть это люди, которые боятся, дико боятся сделать прегрешение от этого же слова. Апчи, мясо Апчи. Ребятенок пришел. Да. Ой, детеныш. С кем мы сидели? Ой, какая прелесть. Это кто? Мальчик-девочка? Это Урия, это мальчик. До трех лет как бы не стригнуть эти самые волки, поэтому нельзя больше. Зайка маленькая. Только ни тыкви, ни плиз. Как маленького называют? Как зовут маленького? Моя Урия. Ой, Зайка. У него мама Михаль, папа Йонатан. Мы хотели идти по тонахической схеме, поэтому как бы ребенка назвали Урия. Ой, сладенький. Он мне тыквит уже тут куда-то. Он сладенький. Окей, ну хорошо. А сколько ему? Годика два, наверное, да? Ему два. Два года. Два года. Да, чудно. Чудно целую субботу роскошно провели с ним. Ну хорошо, возвращаемся к Йосефу. Только они видели бы Харада. В чем заключалась Харада? Кицат? Каким образом? В приближении их отца, Йосефа, к нему, к себе, да? То есть отец. Кицат мекарефа веем от Йосефа. Каким? Они с ужасом видели, да? Кицат? Или каким образом? Или что? Или потому что их отец приближает Йосефа к себе? И что ему сделал? ВОСЛО? И сделал его полосатую одежду. Ну да, мы раньше разбирались, что полосатая одежда это непростая одежда, в общем... Какая-то красивая, разноцветная, кривыделенность. То есть у всех были какие-то робы там послушающие, а ему дали вот такую классную одежду. Окей. А, ну вот он объясняет, а мы сам элит. Да, можно дальше читать, а мы сам элит. Что-то у него опять со звуком, мне кажется, только слышно. Как будто издвека. Ислан? Связь на интернет плохой. Ну хорошо. Давайте перейдем к Тимофею. Аслан, когда поправится звук, мы вернемся. Окей. Тимофей, можешь читать, плиз. Да. А мы сам элит, бигдей, малхут. А мы сам элит. А мы сам элит. Кутонет. Женский? Да, мы сам элит, бигдей и малхут. Правильно. Символизирующая царство. Да, вот эта палацарная одежда символизировала в то время бигдей и малхут, то есть царская одежда в скобках. В скобках это Айен, Рамбанна, Ушмот, Кафхед. Окей. Комментарии Айен это всегда. Айен это прочти у, но дословно это углубленно посмотри. Ла Айен от слова Айн, я думаю. Да, Ла Айен это означает прочитать, но только более более такое сильное слово. Это не просто чтение, а изучи. А изучи, наверное. Вот типа изучи. Да, окей. Дальше. Кейцад. Кейцад Машир Йосеф этот смо льет Абэн Амихбар Да. Агав Ават Да. Дибтам Дибатам. Диба, Диба, это Дибатам. Так, таким образом. Нет, и каким образом, то есть у нас есть два. Первый его выделяет отец, правильно, он дает ему одежду, которая совершенно однозначно в глазах братьев, она символизирует его выделенность и вообще какой-то он претендует на что-то такое царское, то есть это все. А второе поведение самого Юсефа. Дальше, как это в Экицад и каким образом, да. Каким образом Макшир. Макшир от слова кэшер, то есть как бы сам себя он делает, готовит или он делает Макшир, это как бы готовый к употреблению, правильно? В данном случае, когда говорят, что человек кашер, это не обязательно означает, что он кашерный и ест кашерную пищу, означает, что он пригодный, то есть он делает себя пригодным. К чему? Льет. Быть выбранным сыном. Да, быть избранным сыном. Агаф. Агаф. Это апропо по-французски, то есть между прочим... кстати, между прочим. Да, кстати или между прочим, да, что он еще делает, да, он делает что? Ават депатамра. Ну, клевещет на ней, грубо говоря. Приносит... Передает дурные, дурные слухи. Дурные слухи, да. Знаете, когда были про этих Мироглим, там было дибатарц, такое тоже выражение, то есть клевету, которую они принесли на землю Израиля. Вот диба. В современном иврите то же самое. Это типа лошонара, но только в современном языке, как бы, не знаю, уголовном. Человек, может быть, называется лидбо диба. Это кто-то, кого-то подает на него иск в суд. За что? За оклеветание. Так это, по-моему, по-русски называется, да. Дальше. Умитапе. Умитапе. Холомот. Шель. Шиг. 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 Гадлут. Это тоже такое стабильное выражение, да. Вот, может быть, переведем это. Митапе. Холомот. Шель. Шиг. Он. Гадлут. Что это такое? Не открывается. Не, митапе. Типох. Вот типох. По ним это уход за лицом. Митапе. Это означает, в общем, делать какой-то типуль, но он всячески... Ухаживать, холить, телелеять, как бы сказать, свои сны. Да, но он, в общем, всячески продвигает, я не знаю, продвигает, какую эти самые свои сны, да, которые представляются чем? Что такое шигаон? Гадлут. Мания величия. Да, это мания величия, грубо говоря. А, вот так вот. Ну да, шигаон – это сумасшествие, гадлут – это величие. Ну, то есть, они все равно четко видят, что, во-первых, отец его продвигает с этим бетонным пассивом, а с другой стороны, его сны невозможно не понять, как он все время им как бы проводит такую идею, что вообще мусор, клипа, а я как круто, и все мне поклоняются, и все. По-другому это понять невозможно. Поэтому он Штензальц называет это шигуона, гадлут. Дальше. Дальше. Не Штензальц, а Ханан Парад. А Ханан Парад, слеха, да-да-да, я перепутал, да-да, да. Да, вот Штензальц, он таким языком не говорит дальше. Дальше. Вэ. Вэйшэээлгу, Левадо, Борок, Мебаним, остается он и одним. Это из Сфорна, комментарий Сфорна, правильно? Я не смотрел этого Сфорна, но я думаю, идея такая, что он останется один благословленный из всех сыновей. Ну, то есть, как бы благословение Якова, благословение, которое от Авраама перешло к Ицхаку, от Ицхаку, к Якову, значит, благословение Авраама переданное через поколение, они перейдут только к нему, а не к остальным братьям. Окей. Борок, Мебаним. Окей. Так. Ахи, Иосеф. Окей. Окей, Иосеф. Да. Мэри, Мэри. Мар Горький, правильно? Да. Да. Так, братья Иосефа. Да. Вопрошающие. А не Мэри все-таки? Это же как мы пытались смехут, получается, нет? Что-что? Все-таки Тимофей, может быть, правильно прочитал? Да, Марейна Вшамшина. Как-то не смехут. Да, Марейна Вшамшина, правильно, да. А ты его поправил. Вот почему? Нет, я просто сказал, я сказал, что вот эти Марейна Вшам от слова Мар, чтобы понять, что-то... Ну, мы поняли, горькие, да, горькие. Да, да, да. Так, значит, братья Иосефа, да, претендующие на то, что... Правильно. Нажимающие, претендующие, правильно. В Акшин, да. Бавиньян, Брейтнис, в Доме Израиля. Включенными тоже. они хотят быть соучастниками построения... Ну, да, включенными, да, включенными в Дом Израиля. Ну, Шутафин, это участники. Ну, Шутаф, это же как это, сотрудник или как это... Нет, Шутаф, это не, не, Шутаф все-таки это не сотрудник, это компаньон. Партнер компаньон. Партнер, да, они хотят быть партнерами. Они хотят, чтобы их выкидывали. Да, в строительстве Дома Израиля. Да. Зораким. Зоакин. Зоакин. Да. Кричат. Зорак, это что? Кричат, кричат. Кричат. Я думаю, что даже вопят. Потому что... Вы запили... Вот так. Горячих душ. Да, из горечи души. Потому что по-простому как бы кричать это лицок. А вот есть цоэк в изоэк. Цоэк это просто кричит. А цоэк это более... Это вот именно бемерин. Как это говорилось про исход, как там возобили евреи к Богу. Да, да, да. Я слышал, когда он там и не страдали в Египте от всякой тяжелой работы. Да. Окей. Так, я дочитываю, да? Да, да, конечно. Естественно. Лони ца мин абайт азе рейкам. Да. Не выйдет из этого дома ничего. Или это он не выйдет? Лони ца ми абайт азе. Может быть, мы не уйдем мы из этого дома как бы пустыми руками. То есть мы пустыми из этого дома не выйдем. Они препятствуют вот тому развитию событий, как они его читают, как они его расшифровывают. Правильно? Вегомрим Омер Беневшан и им Юсеф Меракеш в Тхутам. Да. Легмор Омер это тоже такое выражение дословное это закончить Омер. Но вы знаете, что Омер это приношение вот этого сна по Омер и есть счет Омера. А выражение Легмор Омер значит приходит к окончательному выводу. Ну вот в современном иврите все-таки это нечасто так говорят. Насколько я понимаю люди, которые культурно как Ханан Парад пишет Легмор Омер это означает, что он в общем что-то что-то закончить окончательно финально в данном случае они вот окончательно решению какому. Беневшан в их душах что если Юсеф прецендует на их отталкивание на их вытеснение да отталкивание да Грейгул и ГМ КРД есть известный комментарий когда идет по линии был Абарбанель который наоборот говорил что это просто уголовное преступление страны Юсефа не о чем разговаривать прям противоположный комментарий который говорит опять что ну как бы приводя все доказательства то что сейчас рассказывали про братья они приходят к выводу что на Юсефа Юсеф подпадает под действие закона Рудеф Рудеф вы знаете только все пытаются догнать топором грубо говоря ну да Рудеф это человек который преследует кого-то в смысле еврея преследует с целью в общем забрать у него жизнь и такого человека в отношении его это как это сама барон человек может делать все что угодно да ну вот я не знаю к месту это или нет но вся история когда была спокойным Рабином ну вот самые как бы ультраправые они говорили что Рабин попадает под есть один Рудеф потому что он зажимает всех евреев в такое как бы узкое место которое всем грозит смертельная опасность поэтому они говорили что в отношении него действует Дин Рудеф но большинство все таки так мы говорили потому что тогда это открывает как бы прямой путь его убийство что в конце концов произошло окей дальше глагол ну Дино как бы в отношении него приговор какой шидахеш он будет вытеснен откуда он хочет их вытеснить они его вытесняют правильно то есть как бы симметрично да кто задумал сделать нет каше в соответствии или как как он как он задумал сделать за мам это всегда отрицательно то есть злонамеренно думал про них по-русски в одно слово не соединить злонамеренно злоумышлял правильно молодец злоумышлял вот злоумышлял отлично да как он злоумышлял как не там лавин это мецука да шетрифа это арфа да там шетарфа это там в в там элай бор элай бор да элай бор да как не там лавин как он получит понимание и так мы можем понять то есть вот это вот дает нам это все вот это предыдущее объяснение дает возможность нам понять что мы цука что такое мы цука ну неприятности даже больше мы цука это стеснение да какое-то стеснение да ну опять как этот по-русски человек находится в состоянии ну сильного испуга в состоянии когда он боится свою жизнь не могу сейчас найти одно хорошее русское слово мы цука это да когда говорится у немцабы мы цука мы цука человек страдает почему потому что находится в каком-то загнанном положении он не как от него выйти и я думаю что это от слова цук цук это утес как человек который загнан на какой-то утес поспастись вот он как бы да дальше вот это вот цифра что она сделала штарф что терзала 험 торфа это страшно свело их с ума цук терзала их мысли получается терзала да в общем свело их с ума на самом деле то есть они просто рехнулись грубо говоря выявили вот там и привела их ну аллея-бор это в общем тоже недословно то есть довела их до колодца довела их до в колодце, сдвела когда они его бросили в колодец к тому колодцу куда они его чуть уже собрали и бросили в итоге да, все правильно хорошо, мы можем к Ане перейти да давай а Арслан у нас не прорезался Арсан, что, что слышно? нет, пусть пока Аня почитает, наверное, потому что у меня шумно здесь сейчас я может потом ну, на самом деле, не слишком сильный шум но, окей, беседер смотрите, Арслан попробуйте да, если есть желание, то на самом деле там не сильный шум был нет, да, желание есть, но просто тут работа нет проблем, нет проблем, нет проблем Аня, читай, пожалуйста так, Ахарада Лешлемут Абайт Абайт Мафтех, Мафтех Лештикато вот это вот слово мемушехет мемушехет продолжительное а, мемушехет а, продолжительное все, поняла значит, вот это вот страх за, как бы, полноту полноту целостности дома отеческого дома это 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 и есть ключ к по этому продолжительному молчанию Шель Юсефа молчание сейчас нам вот сейчас нам хранат парада объяснит объяснит нам до этого мы этого не понимали а сейчас он объясняет почему почему Юсеф молчал и не говорил не говорил отцу сейчас будет объяснение действительно непонятно почему он отцу не мог отца избавить от этих мучений сказать ему я жив окей дальше так, вот это вот Юсеф Акоре это Ахей Ахай Ахай это Ахай Анухи Мевакеш вот Юсеф как это называет вызывает как бы призывающий вы помните историю с Датаном он дошел до Датана там человек человек тоже непростой а, братьев моих братьев моих ты что тут делаешь он такой знаменитый сразу будет это Ахай Анухи Мевакеш это ну да как бы не скрывать или не скрывать получается в сердце своем какой-то дурной замысел против братьев ну да, это напасть заговорить в общем лыть на Кэль это что-то такое тоже сделать ну типа злоумышлять тоже да злоумышлять против братьев и чтобы их прогнать их значит он так не говорил потому что тоже вот это слово Анухи Мевакеш как бы в более символическом означает что я волнуюсь за своих братьев и поэтому означает что он к ним не безразличен и как бы ну это на уровне Драша все-таки да человек который так говорит он не ставит своей цели злоумышлять против них потому что не было написано что это Ахайни Мевакеш в первых он называет братьями окей и у вторых Аваль Замэм Замэм Замам Замам видимо гнева Их гнев да и гнев Однако и гнев Шиит Парец Да Голова Ротахат Бэт Молодец Хирато который как сказать там просто разрывал разрывал просто как огонь Подожди вот это вот слово интересное оно вообще Парец это прорываться куда-то Ну да А что такое смотрите внеогласованный текст это можно сказать как кальба собака никакого отношения нет какое здесь слово Ну колова лава это какой-то огонь Ну да нет лава просто он говорит лава которая из вулкана Который извергался просто который Горящая лава просто бурлящая лава это вот их гнев бурлящая лава да А Бэт Махерато во время его продажи когда они его продали продажи Бэйтханену Аль-Навшо и как это стало когда когда умолял умолял их Аль-Навшо Ну Аль-Навшо это спасти его когда он в то время когда он умолял свою душу дословно просил просил молил молил о спасти молил их как бы спасти его не бросать туда да вот то есть они так гневались на него что он даже не обращали внимания на его просьбу я думаю нет я думаю что идея такая что Йосеф когда все это рассказывал версия Ханан Парата он не ставил своей целью то что братья думали зло мушлять против них что он будет единственный выбор там было видимо как бы по-другому у него не было этого но во время продажи он понял какая глубина гнева братьев против него ему открылись глаза в каком-то смысле он понял до чего он их довел что они ему такое делают вот такая идея да вот дальше это и написано да по кэх по кэх по кэх просто по кэх по кэх это и на флаговин от кама шага 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 бэйт нас уто правильно шэ гэвия лэ харадатэм бэсна харадатэм сэнатам сэнатам и открылись его глаза чтобы понять да да правильно открыло ему глаза к пониманию к пониманию насколько он ошибался в своем этом превозношении получается да превосходство а это как вознестись или как-то так который довел их да довел их до вот этого страха панического они с ума сошли от этого и ненависти и ненависти да окей это мэу ват и как же теперь что же теперь сделать или как же теперь исправить вот это все всю эту ошибку и это все а та это сейчас правильно а та с алофом естественно это ты мужского рода а та с айном это сейчас время так что же сейчас сделать чтобы исправить вот эту вот ошибку мэу ват мэу ват это искривленное мэу ват это искривленное искажение что-то такое ну да так Тимофей получается теперь опять Тимофей получается ну давай Тимофей да хорошо так сейчас минутку я с вами просил народ ведь платежи что-либо да в данном случае ведь ведь если ведь если сообщить ведь если он сообщит какой у него вариант сообщить отцу так иодену хай и он он жив если если он сообщит отцу что он жив вот такой вариант что произойдет да ноюхаль леалим мэйнаф кьецат идгальгель лемак митцарим 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 да ви и егэ егэ алаб легалут леяков эдасот ше хустер шустар ад ад ко мэпанав правильно не будет начнут если сообщить не будет возможно если он скажет я жив но если он так скажет тогда отец он спросит а что произошло вообще что что случилось дальше вот он это объясняет да лею хайлы и алим не сможет скрыть правильно да не сможет скрыть от глаз его ну да каким образом он спустился ну оказался леатгалгэль в данном случае каким образом оказался таким образом он оказался на Египте леатгалгэль это вообще тоже это как бы цепочка происшедшего ну по русскому каким образом оказался да каким образом все это произошло докатился 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 галгаль да да так в Еге и будет на нем легалот открыться Секрет, который скрыт до текущего момента от лица его. Ну, от него. То есть, по этой версии, если она тут скажет, бать, я жив. Скажет, послушай, во-первых, она обрадуется. Но потом он, по-видимому, спросит этих самых братьев, а что произошло вообще? Вы же мне сказали, что его хая растерзала. Ну, и все, тогда откроется вся эта история. А вот этого он боялся. Почему? Это сейчас дальше будет видно. УАС-ЕВАЭР, КАШЕР, ХАРОН, КАШЕР, ХАРОН, АФ, ЯКОР. Да. Так. УАС-ЕВАЭР возгорится, и тогда возгорится кто? А, тогда возгорится гнев. Да, ХАРОН, АФ, АФ. Вообще, по-русски, по-моему, такого нет. Ну, хотя есть такое, что вот ноздри от гнева, да. Ну, нет такого ноздрица. А наилитика. И про Всевышнего, когда он гневается, тоже говорится, ХАРОН, АФ. ХАРОН, АФ – это гнев ноздрей. Ну, наверное, связано с тем, что когда человек гневается, у него там, не знаю, происходят какие-то изменения. У него лицо краской краснеет. У него эти самые ноздри, они начинают как-то там шевелиться. Да, на самом деле разгневается, возгорится гнев, возгорится гнев Якова. Якова. Что произойдет? ВУИТ ХЕ – это ХЕ ЮСЕФ МЕАЛПАНАФ. Да. Он оттолкнет братьев ЮСЕФа от отца его. Да. Отца Якова. Опять же прогонит Яков их. Что-что? Яков их опять же прогонит, если он узнает, что… Ну да, то есть как бы это… Он их опять-таки прогонит, чего они все боятся. И это противоречит идее, что из 12 колен соберется, что из 12 колен прогонят, останется один ЮСЕФ. Окей, дальше. ВЫИ КИЦ АКЕЦ АЛЯ ШЛЕМУТ БАЙТ ИСРАЭЛЬ. Ну да. Придет конец. Ну, положит конец. Да, положит конец в полноте Дома Израиля. Да. Потому что он их прогонит. Если он их прогонит, значит все колено не смогут объединиться. Но вот это как бы версия, по которой ЮСЕФ молчал. Да, дальше. ЮСЕФ БОХЕР ЭЙФО БЕШАТ БЕДУМИЯ. ЛАСЭТ. ЛАСЭТ. ЛАСЭТ БЕДУМИЯ. Правильно. ЭЦААР. ЭЦАР АШТИКА. АТ АХАРОН ИЕМОВ. О, ВО КАК. Да. ЮСЕФ БОХЕР. Выбирают вариант, где АСЭТ. Ну, я думаю, что ЭФ вот здесь это вот и таким образом. ЮСЕФ выбирает таким образом. АХАРОН. АХАРОН это как-то таким образом так же. ЛАСЭТ БЕДУМИЯ. ЛАСЭТ БЕДУМИЯ. ЛАСЭТ БЕДУМИЯ. Молчание. Ну, да. НЕСТИ. Мы говорили ДУМИЯ. ДУМИЯ. Тоже есть несколько синонимов. Молчание. ДОМ. Это то, что сказано про АРОН. А когда ему он узнал про смерть двух своих сыновей на Дабавилу. Написано ВЫЙДОМ АРОН. То есть это безмолвство вообще по-русски. По-русски тоже можно молчать и безмолвство. Вот ДУМИЯ – это безмолвство. Это как бы полное абсолютно. То есть человек не просто молчит. Отсутствие речи. А это что-то большее. Ну, вот данная куча совпадает с русским. Разница между безмолвствовать и как бы молчать. Окей. Да. Он будет нести. Да, он будет нести безмолвствие, что... На огорчение Штика. Да. Цар Штика. Горечь молчания. Он вынужден молчать. Он был бы, ну, как бы по этой версии. Он был бы рад сообщить отцу и освободить себя. Его и себя от мучений. Тем не менее, он этого не делает, исходя из причины, которая была описана. Ад. До последних дней его. Да. Дальше. Ну, от Ашер, Тухшер, Аша. Да, у нас было похоже, что Йосеф Макшир... Будет готова, будет готова. Готовая минута. Да, придет правильное время. Нужное время, да. Ну, да. И такое время-таки да, пришло. Такое время-таки да, пришло. Да. Тухшер... Да. Как мы объяснили подробно в предыдущем статье. В предыдущем статье. Да, Аштика-Зака. Ну, правда... Молчание. Да. И будет. Да, ну, Аштика-Зака-Зака в смысле чистое, праведное молчание. Он был не виноват, что он молчал, потому что у него были на этой причине. Окей. Ну, хорошо. И дальше. Ну, что, может, Арслан? Хотите, ну, хотите оставить на завтра. В смысле... Нет, ну, может, Арслан? Арслан продолжит. А, да, да, нет проблем. Арслан. Да, да, слышно, да, меня? Да, отлично. Я хад шефте Израэль. Да. Единство колен Израиля. Ну, как бы все вместе колено Израиля, да. Окей. Веахен Бево Ахей Йосеф, Лишбор Шевер Митсраим. И тогда по приходу братьев Йосефа... Правильно. Лишбор Шевер – это запастись под удовольствием. Да, запастись пищей в Митсраим. В Египте, да, правильно. Хагиу, Агия. Игия, просто Игия. Игия. Хигия Ашаа. Хайода Шилах Йехаль Йосеф. Да. Во время Хигия. Пришло назначенное время. Правильно? Пришло назначенное время. Узнать, да? Шилах Йехаль Йосеф. Но которое как бы... Был постом Йосефа. Ожидал, которого ждал Йосефа. Да, которого не ожидал, а в смысле... Надеялся, молился, Яхель. Ну, Яхель, ну, на это и ждать, и надеяться. Да, окей, беседу. Надеялся Яков, что придет это время. Ну, да, пришло. Дальше. Микаэн. Микан. Микан. Вейл-Ил-Адер. Вейл-Ах, да. Вейл-Ах. Митканен Йосеф. Метахнен. Метахнен. Макбетахнен, на среде, но видите, это программист. Метахнен Йосеф. Бекфу... Бекавданут. Тщательно. Бекавданут. Ага. Бекавданут. Лефарти. Фартим. Эт. Мишхат. Хамахбу. Хамахбу. Ну, хорошо, переведем это. Микан. Вейл-Ах. Митахнен Йосеф. Бекавданут. Лепертей. Пратим. Эт. Мисхак. Амахабоем. Итак. Отсюда. Итак. Отсюда и далее. Дальше. Йосеф. Ну, готовит. Готовит, планирует, как угодно. Бекавданут – это тщательно. Бекавданут тщательно до мельчайших деталей. Перте и Пратим, правильно? Что он готовит до тщательного, тщательно, что он готовит? Помоги, а то я этот… Мисхак Махабоем. В дети играют Мисхак Махабоем. Что это такое? В прятки, в прятки. В прятки. Он же начинает играть с братьями в прятки, правильно? Окей. Дальше. Бемегама. Бемегама. Для того, чтобы… Ляви – это ахив. Ахав. Литшуват. 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 Амаскель. Шуват Амешкаль. Амешкаль. Бемегама, вот он начинает с ними как бы играть, вот эту игру в прятки, которую он продумывает тщательно, подробно. Бемегама. Мегама – это тенденция. Ну, по-русски здесь правильно просто сказать, какая в этом идея для того, чтобы… С целью довести их. Шуват Амешкаль – это означает… Какое-то очень весомое раскаяние. Ты знаешь, что я думаю, что здесь это будет Амешкаль, это как баланс. То есть привести их в состояние обратное тому, что они делали. То есть в состояние баланса. То есть они его продавали, они его ненавидели. А как бы когда они спасают Бениамина, то они проявляют настоящую братскую любовь. Вот он их приводит как бы к этому. По-моему, я думаю, что это правильно. Это Шуват Амешкаль. Окей. Шуват Амешкаль – это значит, как бы соответствующее и дает им как бы соответствующий ответ. Когда человеку тоже говорит Саверина, ведь Шуват Амешкаль. Когда человек говорит Амне, я не знаю, А, а он ему говорит Б, которое вот уравновешивает это А. Но здесь как бы более-менее понятно, о чём идет речь. Окей. И он объясняет это дальше, да. Правильно, замечательно. Вот в чём был этот Шуват Амешкаль? И вот быть арабами, что ли? Нет, арывим, арывим – это от слова вмешиваться. То есть гарантом. Когда люди берут, например, суду в банке. Ну, поручителем. Поручителем, да. Вот человек берёт суду в банке, там ипотечная, по-моему, это называется так по-русски. А у тебя должны быть гаранты, которые в случае, если человек не возвращает деньги банку, то, соответственно, он заплатит. То есть человек, например, снимает квартиру. Обычно требуют, чтобы были ещё какие-то гаранты. Называется арывим. Ну и знаменитое выражение. Все евреи, они, как бы, отвечают двух садов. Окей. И это арывим. Леохав. Бениамин для братьев Бениамин. Нет, для их братья, для их братья. Для их брата. Да, для их брата Бениамина. Да. В лимсор на вшам лиману. Ну и как бы быть готовы, да. Лимсор на вшам, это, ну, дословно, отдать душу, но вообще к самопожертвованию ради него. Что мы видим, так оно и произошло. Окей. Хорошо. Мы возвращаемся к Тимофею, правильно? Нет, Каня. Аня, ты, по-моему, да. Да, привет. Да. Так. Эйх. Сейчас. Эйн ботоледот аулам шуват мышкаль. Катшуватош или гуда. Ашуэг кэарье. Ну да. Не было в истории мира, получается. Ну так, немножко высокопарно, да. Под такого вот подобного, так сказать, настоящего, истинного раскаяния, как вот это вот шастопарно. Каня и гуды, который взревел просто как лев. Да. Ки эйх эла эла эль ави вэ анаар эйнено и ти. Как же я приду, возвращусь к отцу своему, а юноши вот этого Беньямина нет. Ростка нету, да, это крик души. Ну вот как бы в отношении Юсефа было прямо противоположное. У них не было такой проблемы. А сейчас, ну, типа того, что они сделали как бы полную шуву, и они как бы по отношению к Беньямину себя ведут прямо противоположно, как они себя вели по отношению к Юсефу. Окей, дальше. Вэ ша агато, а мэгад гэд. Мэгад гэдэд. Да, гэд это эхо. Как прозвучало таким вот эхом это вот крик вот этот вот крик. Ну да, вибрирующее, то есть это ша агато. У-у-у-у-у, и оно как бы со всех сторон отражается, да. Мэгад гэдэдэ. И она как бы как-то задронула, касалась не только Беньямина. Она касается не только Беньямина. Касалась Беньямина, касалась и еще намекала как бы как бы... Самого Юсефа. Тайком намекала на Юсефа. Потому что иначе непонятно. Ну хорошо, можно сказать, по отношению к Беньямину они себя провели. Ну а почему же этот шуват мешкаль? Может быть, они его до сих пор Юсеф так и ненавидят, ничем не изменились. Но тогда он это отбивает, это чем? Тем, что это намекало на Юсефа. А вэ анаар шэнимкар, как юношу, которого продали. Да. А вэ готир, вэ готир ахараф, а в шахаля, шахоль. Шахоль. Им лэв не вар. Шахоль. Шахоль. Сиротевшим. Ну, а сиротевшим, да. Им лэв нишбар вэ бэйт арос ад эфер. Арос, да. Аус ад эфер. Значит, и останется после этого, или после, или как в конце, отец, осиротевший отец с разбитым сердцем и дом, разрушенный до основания. Ну, да, потому что вот в этой фразе, которую мы читали, не сказано слово Бениамин. То есть, подросткам, ну, как бы по Медрашу можно считать, что в каком-то смысле здесь говорит и про Юсефа тоже, чем дает основания так прокомментировать, правильно? Потому что не написано слово Юсеф, написано Нар. Юсеф тоже был Наром. Окей? Так. Так. И, значит, теперь мы передаем кому-то тоже Тимофей. Вот, Тимофей. Давай, Тимофей, да. Только теперь может Юсеф Лейтвадея открыться, признаться, признаться, да, ввиду это как-то исповедаться. Да. Исповедь по-русски. Лейтвада, это в любом случае как бы открыться им. Слово Юдея, конечно. Мибли? Без того, чтобы не кобру. Ну, это такое символическое выражение. Похоронили они. Чтобы они себя похоронили заживо, от чего? Миров Буша. От стыда. Ну, да. Такого великого стыда или стыду, которому они извили. Да, окей. У ми блеше пето, а пато, ше, нифар, пейнегем, иедемем, демавет, бе-я-ми. Нет, да переведи это, вот этот кусочек. У ми блеше, а пато, ше, нифар, бейнегем, и демемем, лемавет. Так, и без того, чтобы... Правильно. Рана. Правильно. Открытая. Да, открытая рана. Открытая рана. Такой нифар. Нифар. Ну, тоже откроется, которое будет... Да, даже разверзлась. Открытая. Открытая. Про короха, по-моему, было сказано как раз, что... Земля раскрылась, да. Да, да, да. Нифар. И вот когда говорится, например, эти самые... Черт забыл, как это в геологии, когда... Балунин называется на иврите, провалы, провалы вот эти раскрываются в земле из-за того, что их вода размыла или пятый десятый. Ну, а враг, а враг в трещину. Нифар. Я от этого же слова, кстати, слово пар. Пар – это вот зазор, разница. Говорится, ма пар бейнеген. Вот сейчас Израиль пытается договориться через последнюю с Хамасом и обсуждается. Ма пар бейнг, да там, какая у них разница в позициях. А вот нифар, это развязалось, да. Окей, бейнеген. Дальше. Между ними Едамэм сравнила бы их... Нет, Едамэм кровоточила бы... А, окей, кровоточила бы до смерти. Да. И привела к Илья. К Илья уничтожения. Отсюда, ну, по смыслу другое, но то, что говорится в субботнем кедушево Яхулу Шамайм Ваарц, да. Это от этого слова, конец. Да, окей. К концу дома Израиля. Ну, да, к решению концу, там правильно. Раката Зохим Аахим. Рашот Депур Ваешлэгэм Питхон Пэ. Да, Питхон Пэ. Только теперь Зохим Аахим. Достаиваются. Достаиваются братья. Наследовать. Нет, право голоса. А, право голоса. Есть ли Питхон Пэ? Открытие. Ну, Питхон Пэ, открытие, в данном случае, как бы... У них есть возможность объяснить себя. Питхон Пэ, значит, человек как бы способен что-либо говорить, правильно? Что до этого они были вот в этой ситуации, они не могли вообще говорить, что они готовы были умереть от стыда, от страха, всего угодно. А сейчас у них есть Питхон Пэ. Они открыли, они начинают с ним разговаривать. Окей. И что это доказывает? Да. Стих, да. Вахарай Хэн, Дебру, Эхав и Том. После этого говорили братья его с ним. Ну, вот видно, что они могут разговаривать теперь с ним. Кстати говоря, это, по-моему, я сейчас про это подумал. Это вот тоже, как было написано, шивуй мешкаль или чуват мешкаль. Потому что вот после этих снов там было написано влой ухлой забер и то. Лэ шалом. А тогда они не могли разговаривать с ним. Просто они настолько его ненавидели, что они не могли разговаривать с ним. И тоже там психологически объясняют, что вся проблема была, что у них не было коммуникации. Испании разговаривали. Они бы решили эти проблемы. Они не разговаривали между собой. Правильно? И вот здесь вот, наверное, действительно, как символ того, что ситуация кардинально изменилась, написано, что они таки, да, разговаривали с ним. Окей. Так, ну я бы передал тогда. А, слушай, точно. Слушай, у меня, наверное, в голове, потому что я это читал и переводил, чтобы дюк это и написал. Да? Вот. 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 А, вот это вот, господи. Вело и хлу. Да, вот это вот. Да, да, это точно у меня в голове было. Да. Тахат ашер. Бэйвер. Бавер. Бавар. Бавар. Вело и ахлу. Добро. Лашалом. Не могли говорить с ним мирно. Ну да, тахат, я думаю, что это в противоположность. Ответственность от того, что было раньше. Так. Да, да. А Арслан у нас как? Можешь почитать? Что? Арслан, ну почитайте. Да, да. Да, с удовольствием, пожалуйста. Ваша очередь. Слышно, да, мне сейчас? Да. Верак это Ехолим, Гэм, Лейшир, Мебет, Миломар. Мабад. Взгляд, да? Ки, Амабад, Миломар. Да, можно это перевести. Верак Атай, Ехолим, Эм, Лейшир, Мабад, Миломар. Лейшир от слова прямой. И только сейчас могут они быть прямыми? Ну, дословно, посмотреть ему прямо в глаза. Я думаю, посмотреть прямо в глаза. Кедиврей. Как говорит Гмара в трактате Псахим. Ну, это тут, конечно, надо с комментариями, но как бы идея такая. Когда говорят Саба, то имеется в виду конкретный человек. То есть, Исраэль не в плане, то есть, можно как Медраж говорит, что когда по нормальному, слушай, Май, Исраэль, слушай, Израэль. Израэль имеется в виду как бы вне Исраэль, то есть народ Израэля, да? А можно понять, что Израэль идет про самого Якова, поэтому это говорит Саба. Саба, так иногда говорят, ну, типа прародитель, да? Саба. 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 Ну, тут такой Перуш, да, как в твоем сердце, как-то, я думаю, что речь идет про сердце Якова. В сердце Якова у тебя нету как только один, один, наверное, это Йосеф имя из-за, как Эн Билибейну, Эла Эхад. Или, наверное, все-таки речь идет про Всевышнего, как в твоем сердце нету одного, в смысле только Всевышнего, так и в наших сердцах нету одного, кроме Него. Наверное, такой смысл, да. Дальше, да? Да. 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 Нахну. Нахну, это анахну. Нахну вегам им хатану. Да. Шавну. Шавну ве. Нихамену, я думаю. Нихамену, я думаю. И как мы все... Это цитата. Кикулан, Убней и Шихад. Потому что, помните, фараон, когда они спустились в Египет, фараон вызывает, хочет понять, что это за народ вообще. И они объясняют ему, вот так даже они проговорились, что маленький остался. И так далее Яков. И потом он говорит, зачем, кто вас тянул за язык. А, нет, это Юсиф, они говорят. Да нет, это Юсиф, они говорят, что мы все дети, мы не шпионы, мы дети одного человека. Да, да. Ну, а здесь, как бы, в плане Медраша, как бы, такой внутренний подтекст. Они говорят, Кикулан, Убней и Шихад, Нахну. В каком-то смысле, может быть, они подразумевали, что мы все дети одного человека. То есть, опять это говорит о каком-то единении, а не о том, что кого-то выкридывают и так дальше. В Игам и в Хатану. И также с нами. Даже если мы согрешили. Вернемся. Шавну Нихамыну. Ну, вернулись, да, и утешимся. Раскаемся и утешимся, да. Да, 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 да. Ну, хорошо, мы закончили эту статью, по-моему. На мой взгляд, очень интересно и прочитали замечательно. Хорошо, тогда мы на этом заканчиваем. А, да, в следующий раз как у нас будет? У нас же в следующий раз праздник, по-моему, будет. Нет, в следующий раз. А, в следующий раз. Да, мастаж начинается Пурин. В субботу и на воскресенье, по-моему. В субботу и на воскресенье, по-моему. Ну, давайте обсудим, сейчас я останавливаю запись. Спасибо за осмотр.